Вся Украина была потрясена жестоким убийством Рома во Львовской области. Произошло оно во время самого настоящего погрома. Жертвы, безоружные, ранен в том числе 10-летний ребенок. Преступники, группа школьников. Причина ненависть. Это нападение осудили все. Политики, посольство, церковь, полиция обещают сделать все, чтобы защитить Ромов от возможных новых нападений. Вот только смогут ли это сделать? Разбирался Игорь Левенок. Село Баркасово, Закарпатье. Община Ромов прощается с Давидом Папом, которого убили во Львове 23 июня. Трагедия произошла здесь, на окраине Львова. Ночью группа подростков с ножами и битами напала на ромский табор. Давиду нанесли 15 ножевых ранений. Парень умер на месте. Его брат Радж оказался в больнице. Среди пострадавших ребенок и женщина. Палили бодьку и ножи. Уже на следующий день полиция задержала девятерых львовских школьников 16-17 лет. А также организатора нападения 20-летнего Андрея Тычку. Они так, как бы сгуртувались совсем недавно, чтобы брать так по часу, в межах, в несколько месяцев. Их объединял вот этот один старший с метою наведения порядка в месте Львове. Ну, то такие где-то идеологичные идут закиды им. Задержанным уже сообщили о подозрении. Некоторым грозит до 15 лет за решеткой или пожизненное заключение. Всего к нападению причастны 11 человек. Все называют себя членами группировки «трезвая и злая молодежь». Сначала они занимались уборкой своего района. Затем ополчились против тех, кто мусорит, бомжей и наркоманов. Позже и против ромов. Родители и учителя утверждают об увлечении подростков ультраидеями. Не знали. События во Львове потрясли всю Украину. Это Ужгород. Ромы протестуют против расизма. А в Киеве лидеры украинских ромов вместе с правозащитниками собирают журналистов. Говорят о недопустимости ксенофобии. И обвиняют представителей власти, которые, по их мнению, не предотвратили резню во Львове. Глава нацполиции Сергей Князев реагирует. Говорит, теперь ромов будут защищать лучше. Мы за эти вечерние дни должны обрабатывать, выявить место проживания, место тимчасового перебивания, транзит ромов по государству. И обеспечить их безопасность до тех пор, пока криминальная полиция и следствие нам не прозвитие, что джерело, которое инициирует такие ганебные правопорушения у нас в Украине, установлено и локализовано. Но где этот источник и почему участились нападения? Глава СБУ не исключает. Во львовских событиях может быть российский след. Анализом наявных материалов мы видим, что схожая организация была зареєстрована в 2014 году и в России. И мы понимаем, что за этим действительно может стоять, я не могу сказать 100%, это будет некорректно, но может стоять и Россия. Нападения на ромов были и до этого. Самое масштабное в Одесской области. Летом 2016-го рома из Лощиновки заподозрили в жестоком убийстве девочки. В селе начались погромы. Судно с задержанным длится по сей день. Цыганье вон! Цыганье вон! А это уже Киев. Весна нынешнего года. Члены праворадикальной организации С-14 выгоняют ромов из парка Лысая гора. Через два месяца история повторяется. Нас дружины сносят табор в Голосеевском парке. Свои действия называют борьбой с антисанитарией. Хуже воняет, чем в мохе. Но даже после погрома табор не уезжает из столицы. Молодой киевлянин Андрей утверждает, вечером того же дня ромы напали на него на улице. Бутылкой разбили голову. Парня по ошибке приняли за ультрас. Мы увидели, что выбегает толпа из-за церкви. Начинаем все разворачиваться. Я очень поздно это сообразил. Когда я почти перебежал дорогу, я почувствовал, что мне что-то прилетело в голову. Я сначала подумал, что, если честно, это какая-то граната. Потому что у меня резкая такая, так сказать, вспышка. Потом мне открыла глаза, все трясется. Мама Андрея написала заявление в полицию. Требуют наказать виновных ромов. Но до сих пор никого из них так и не нашли. Какой здесь может быть расизм, если это организованная группа, которая занимается шантажом, вымогательством, ограблениями. А когда с ситуацией не справляются власти, начинают действовать радикалы. Так считают эксперты. Работники лесопаркового хозяйства обращались в полицию. Полиция не реагировала. Раздражение и озлобление людей росло. И рано или поздно на это среагировали. Тогда уже было вынесено в публичную плоскость. На это среагировали правые организации. Их бьют за то, что они принадлежат к сообществу, которое, по мнению устоявшемуся в обществе, если и не является полностью преступным, то дает значительный процент криминала. Представители Ромов с таким утверждением не согласны категорически. Есть люди, которые скоюют злочины. Скажите мне, есть украинцы, которые не скоюют злочины. Какая количество этих людей? Единственное, в чем, например, вы можете видеть большую количество ромов, это уже бракование. Последнее нападение на ромов обнажили давнюю проблему, которую никто не решает. Как интегрировать в общество ромские общины и тем самым изменить предвзятое к ним отношение. Игорь Левенок, Галина Якушко, Иван Ермаков, Юрий Голубенко, Владимир Самченко. Подробности недели телеканал Интер.